Гурджи, расскажите, пожалуйста, о таком термине, как пустота в традиции Натвы. Пустота. В Индии существует множество религиозных и философских традиций, которые дают свою трактовку пустоты и придают какие-то свои, это физические оттенки этому понятию. Поэтому можно говорить, что существует много пустот. Наверное, столько, сколько существует и форм. Обычно мы понимаем пустоту, как некую среду, которая в себе нечто содержит. Согласно нашей логической традиции, пустота содержит в себе множество различных форм. И пустота связана с статичностью, а формы связаны с динамичностью. Но надуманная пустота, на основе какого-то эмпирического опыта, является препятствием для того, чтобы переживать изначальную пустоту. И для того, чтобы не впасть в концептуальность пустоты, для этого нужна полнота. Посредством полноты мы постигаем пустоту. Поэтому все практики надхов, они, в общем-то, делятся на две основные категории, на два основных ориентира. Это практики, связанные с кундалини, с шакти, с энергией. И практики, связанные с пустотой, с уммами, со сверхсознанием. В большей степени пустота, она ассоциируется именно со сверхсознанием. То есть это вездесущее сознание. Пустотное сознание. Это то, к чему йог должен стремиться. Потому что с пустотностью сознания у него появляется расширение этого сознания и множество различных альтернатив для того, чтобы управлять Майей. Майей как принципом формы. Мы можем с одной стороны за счет формы распознать пустоту, с другой стороны, посредством пустоты мы можем управлять формой. Поэтому очень тяжело на самом деле сказать, что первично. Полнота или пустота. Соответственно, нет смысла спорить о том, что важнее Шибы или Шакти. Они являются одним целым. И то, что сказано в йогических текстах, их единстве, то есть это не просто какая-то метафора, какая-то шутка, то, что должно оставаться какой-то абстракцией. Нет, это изначальное состояние. То есть это то, что неразделимо. Спасибо вам большое.